Президент Эдгар Ренкевич 24 августа поручил формирование нового правительства кандидату в премьер-министры от нового единства, пока еще действующему министру благосостояния Эве Кисилани. Это решение глава государства принял после переговоров со всеми парламентскими партиями. Силани была единственным кандидатом, официально выдвинутым на пост премьер-министра. После переговоров президент заявил, что непреодолимых политических препятствий для формирования максимально широкой коалиции нет. Но в то же время он признал, что не наивен в отношении возможности создания пятипартийной коалиции, но видит несколько комбинаций из трех или четырех партий. Более широкая коалиция, по мнению президента, не только возможна, но и желательно по сравнению с любым вариантом трехпартийной коалиции. Но это будет предметом обсуждения на переговорах. Президент признает идеологические разногласия между партиями, но считает, что им нужно отойти от эмоций и начать переговоры с чистого листа. В новом учебном году будет не хватать более трех процентов необходимых учителей. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Департамента образования Министерства образования и науки Эдита Кановиня. В целом же, согласно официальным данным, с 1 сентября в частных и муниципальных общеобразовательных учреждениях будут трудиться 25 986 педагогов. Кановиня подтвердила, что министерство в сотрудничестве с самоуправлениями ищет решение, как создать предложение, которое привлечет молодых педагогов. В качестве возможных решений министерство видит более активную роль муниципалитетов, например, предоставление транспортных компенсаций, служебных квартир, поддержку семей молодых специалистов. Также увеличено количество бюджетных мест по педагогике, особенно по предметам STEM. Планируется погашать учебный или студенческий кредит для тех учителей, которые проработали как минимум полный 2023 год и продолжают работать в школе, а также ввести стипендии в размере 300 евро по учебным программам в области STEM, языков ЕС, латышского языка и литературы. Ущерб Аугждауговского края после прошедшей 7 августа бури составляет более 2 миллионов евро. Об этом на внеочередном заседании самоуправления депутатам рассказала заместитель исполнительного директора Думы Инара Натарова. Для имущества или инфраструктуры самоуправление ущерб оценивается в 993 038 евро, а для частных лиц в 998 249 евро за ремонт поврежденных крыш и окон домов. На обхозяйствование и утилизацию строительных отходов, а также на их транспортировку требуется 29 845 евро. Общая сумма, необходимая для ликвидации последствий урагана 7 августа, составляет 2 миллиона 21 132 евро. Наиболее всего от разрушительной силы стихии пострадала Калкунская волость, где наряду с ливнем и сильным ветром еще и выпал огромного размера град, повредивший не только насаждения, но и многочисленные строения. В частности, более всего стихия разгулялась на территории дачного кооператива «Строитель», где собственники участков за 15-20 минут лишились домов, теплиц, бань, урожая. О размерах ущерба говорят цифры. На данный момент они составляют более 2 миллионов, и это мы говорим только о жилых домах. Мы вообще не говорим о транспортных средствах, о нежилых постройках, об урожае, который пострадал. Но проблема очень серьезная, и мы очень надеемся, что, конечно, нам удастся в максимальных размерах удовлетворить все просьбы, которые озвучили жители. Суммы огромные, и в этом случае можно говорить о помощи государства. Вот только в каком объеме? Весной этого года край серьезно пострадал от паводка. Ущерб составил более 700 тысяч евро. И в этом случае самоуправление получило от государства 70% от общей суммы. А что будет в этот раз? Этот вопрос очень ежевленно обсуждали народные избранники. Для самоуправления это остается те же самые 70%, и 30% самоуправления вносит. Дороги и улицы тоже самые 70%, а для частных есть такая поправка. К министра кабинета, но такому, что двойная система вводится. Если общий ущерб составляет более 2% от общего бюджета годового, тогда получается 90% государства гасит, и 10% надо в самоуправлении. Если меньше сумма общая составляет 2% от общего бюджета, тогда вступает в силу 50% на 50%, значит 50% государство гасит и 50% самоуправление. К сожалению, на сегодняшний момент есть большая вероятность, что дальнейший сценарий будет развиваться по второму плану. То есть получится, что Думе нужно будет изыскать из своего весьма скромного бюджета порядка 300 тысяч евро на устранение последствий бури на объектах самоуправления, а еще около 500 тысяч евро на компенсации физическим лицам, многие из которых, к слову, задекларированы в Даугавпилсе, но пострадала их собственность, находящаяся на территории края. Сегодня на заседании мы узнали о том, что, к сожалению, правительство поменяло правила игры, и на данный момент, что мы видим, что на бюджет самоуправления ложится, в принципе, непосильная ноша. Такие суммы самоуправленческий бюджет не может потянуть, потому что нам, скорее всего, придется софинансировать покрытие данного ущерба. Суммы идут в сотнях тысячах. Пока точно решено, что уже в ближайшие дни специально созданы три комиссии, в состав которых вошли специалисты, в том числе в строительной сфере, отправятся обследовать объекты, которые указаны в заявлениях пострадавших жителей. Речь идет о более чем 600 строениях. Где-то было 680 заявлений, но они немножко, мы в первую очередь здесь профильтрировали, были по три заявления с одного физического лица, или по четыре были. Ну, люди хотели и в власти, и в Думе, где можно было, электронно посылали. Ну, все это понятно, это все человечески, мы все рассмотрели 680 этих заявлений, потому что ждали эти три комиссии, чтобы они быстрее рассматривали и приняли решение о этих выплатах, чтобы люди могли бы получить компенсацию. И эту работу нужно завершить до 7 сентября, чтобы успеть отправить необходимые документы в Министерство среды и регионального развития для выплат компенсаций. Ответственной структурой по данному вопросу стала социальная служба Аушдауговского края. По словам ее многолетнего руководителя Анны Егоровой, это очередной вызов для ее сотрудников, которых, к слову, в самоправлении не так много, как хотелось бы. Тем не менее, Анна Егорова заявила, что будет сделано все, даже невозможное, чтобы работы были выполнены в срок. Так что на повестке дня остался лишь один вопрос – где брать деньги самоуправлению? Уже в эту субботу, 26 августа, на площади Вене и Беспройдут международные соревнования по брейк-дансу. Этот турнир проводится с 2016 года и собирает сильнейших спортсменов. Каких сюрпризов ждать от организаторов соревнований в этот раз? Об этом нам рассказал руководитель школы брейк-данса Factory Kings Анжей Зачиняев. Скилл-дил возвращается мирового уровня, брейкинг возвращается в город. Мы, как школа брейка Factory Kings, вместе с спортом Парвалда, с Долгопилской думой организуем этот турнир. Этот турнир существует уже с 2016 года. Это очередной выпуск этого турнира. Из девяти стран приедут к нам ребята, участвуют и судьи, и участники. Это будет брейк на мировом уровне. Это будут юниоры биться один на один в баттлах до 17 лет. И победитель поедет на чемпионат мира среди юниоров в 2024 году в Словению. То есть он получает такую wildcard, такую путевку прямиком туда. Так что поддерживаем наших, чтобы наши выиграли этот отбор. Ну а также будут баттлы 2 на 2 среди взрослых ребят, среди профессионалов. Это будет прям мясо. Так что поддерживайте, приходите. Это будет круто. Это будет брейк на высочайшем уровне. Воспитанники школы Factory Kings ежедневно усердно готовятся к этим стартам, повторяя шаги и различные движения, таким образом оттачивая свое мастерство. С ними упорно работает руководитель и педагог, который точно знает, что необходимо для победы. У нас сейчас уже такие заключительные тренировки. Уже в пятницу за день до турнира к нам приезжают часть гостей, прилетают тоже на самолетах. Мы уже будем вместе тренироваться, готовиться и уже в субботу у нас стартует турнир. Ну, конечно, мы очень много времени посвящаем этому. Последние дни мы целыми днями в зале тренируемся так, чтобы подготовиться как можно лучше. Потому что мы стремимся к мировому уровню, а чтобы быть в соответствии с мировым уровнем, но это надо делать брейк часто, много, по много часов, по многу дней подряд. Так что мы стараемся этот уровень держать. Хотите увидеть настоящий танцевальный батл? Тогда приходите в эту субботу, 26 августа, на площадь Виенибас, где и пройдут международные соревнования. Нашим танцорам очень нужна поддержка болельщиков. Поверьте, это играет немаловажную роль в борьбе за лидирующие позиции.